Добрый день, дорогие друзья! И вновь мы с вами в импровизированной студии в отделе абонемент публичной библиотеки. Мы продолжаем открытый разговор. Сегодня у нас на встрече Татьяна Дорогина. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Лолита. Татьяна у нас тренер эмоционального интеллекта, певица, путешественница. Я для себя таких людей называю искателями. О себе вы пишете. Родилась в Барнауле, на Алтае. Прошла пешком, на лошадях, на катамаранах, большую часть горного Алтая. Жила в Новосибирске, в Челябинске живу около 20 лет. Татьяна, ваша фамилия Дорогина отражает вашу деятельность, можно даже сказать ваш дух. И в своих публикациях в качестве предисловия вступления вы часто пишете. Всем доброй дороги. Так совпало или это предназначение? Как вы это чувствуете и для себя определяете? Ну, по-разному можно сказать. Вот нам мир дал нашу фамилию. Мы либо начинаем говорить, мне это не нравится, мне не нравится моё отчество, мне не нравится моё имя, мне не нравится чего-то там. Нам много может не нравится. Мы очень часто говорим, что нам не нравится. А вот использовать то, что у нас есть — это вот использовать именно свой эмоциональный интеллект. Вот мир вам дал именно то тело, именно ту фамилию — так поиграйте с этим, обыграйте. И да, я очень часто использую свою фамилию в плане того, что мне говорят, почему тебе не сидится на месте. Я говорю, ну фамилия обязывает. Но обязывает постоянно куда-то ездить и что-то искать. Вы очень классно сказали, что я постоянно, наверное, ищу что-то. А это самая важная эмоция — удивляться. Одна из базовых эмоций — удивление. И когда мы удивляемся, ну, нам это интересно. А с возрастом люди всё меньше и меньше начинают удивляться. Поэтому новые места, новые путешествия дают почву для того, чтобы удивиться чему-то новому, узнать это и, наверное, изучить, попробовать на вкус, на запах, на ощущения. Да, спасибо. Надеюсь, наше сегодняшнее с вами интервью тоже кого-то побудит удивиться. Лучше разобраться в себе, искать что-то новое. Мы надеемся на это. Вот дорога бывает разная, разные пути, направления. Как вы нашли свой путь или даже пути? У вас же много очень интересов. Реально и фактически один путь — это неинтересно. Один путь, он реально важный в плане того, что прожить его, чтобы потом не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Вот это важный путь. А именно тропинок к этой цели — их очень много. И как я именно нашла, надо уметь слушать себя. О том, что насколько нам это комфортно, некомфортно, мы же это можем почувствовать. У нас внутри есть наш такой компас внутренний. Либо GPS-навигатор — это же моднее. Сейчас скажите маленькому ребенку компас. Ну не факт, что он, прямо сразу у него ассоциация, нарисуется компас, да? Но очень часто этот компас кто-то намагничивает. Что такое намагниченный компас? Когда компас не показывает правильное направление. А кто же это намагничивает, этот компас? Чаще всего близлежащие люди — это родители, которые лучше знают, как ребенку жить, быть. Это близкий круг, которым ребенок доверяет со временем. И дай Бог, что человек почувствует, что есть этот магнит, и его просто можно убрать. И компас опять начинает работать, и человек чувствует. И также GPS-навигатор. Мы очень часто шутим с подругами. Мы часто, говорю, едем в каком-то направлении, используя старые карты родителей. Старые навигационные карты. Они всегда все то же самое остается, как тогда, когда было у родителей, да? Где-то подъезжаешь, а там тупик, а там перестроено, а там новое направление, да? А там город поставил какое-то там ограждение или что-то. А мы по старым карты. Мы обижаемся на что? На старые карты? На родителей, да? Но выбор-то всегда опять за нами. Кто вам мешает загрузить новые карты? Использовать новые свои возможности? И важно постоянно искать. Сейчас мир наполнен возможностями. Это и клубы по интересам, да? То, что у вас проходит, это сколько интересных вещей. Да, у нас очень много мероприятий. Да. И я приходила, вот недавно у вас было обсуждение книги Ричарда Баха про Чайку, да? Джонатана. Это интересно. Почему пошла? Потому что это моя молодость. Потому что, когда вышла эта книжка, мы друг другу ее передавали. Это только на вечер. И мы должны были быстро ее прочитать. Сейчас, когда доступность книжек идет, да? Ну, мы не так это ценим. А раньше это ценилось гораздо больше. Я пришла, послушала, прислушалась к себе. Какие эмоции сейчас у меня вызывает эта книжка, да? Какая я была тогда, какая я сейчас. Это важный момент. И я благодарна, что вы именно даете возможность людям попробовать. А уже проблемы людей. Идти или не идти? Да? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Идти или не идти? Потому что вариантов очень много. Есть такая притча, когда человек говорит Богу, вот сделай чудо, я поверю. Бог говорит, поверь, сделаю чудо. И мы все время начинаем вот это перетягиваться. Сначала докажите. Зачем нам доказывать? У нас внутри все есть. У нас есть наш волшебный вот этот компакс эмоций. Что такое эмоция? Мы реагируем на что-то, да? Если мы как-то среагировали, негативно, позитивно, это наши вопросы, да? Это мы можем там об этом поговорить. То это уже показатель, что нас это в первую очередь задело. Да? Даже если вы сходили на какой-то спектакль и вам не понравилось, но вы все равно наполнились какой-то энергией. И вы даете эту энергию рассказать всем, мне не понравилось. А вот подумать, почему не понравилось и что конкретно не понравилось. Вот здесь опять включается эмоциональный интеллект. «Мне не понравилась и точка, и эти не такие, и то не такое». А что в тебе не откликнулось? Что в тебе не вызвало каких-то эмоций, которые, может быть, ожидал режиссер и актер? Это тоже важный момент. Мы отвечаем за свои реакции, да. То есть надо постоянно размышлять, обдумывать, как вы говорите, прочувствовать. Сначала именно почувствовать. Здесь вопрос в чем? Мы все время включаем голову. Нас так приучили. Это наш IQ. Мы всем должны доказать, что мы очень умные, мы очень много знаем, мы много умеем, мы можем это доказывать. Это вопрос успеха, да, и вопрос счастья. Можно быть успешной в социуме для всех вокруг, но несчастной в душе. А успешной и счастливой? Можно. Но что в вашем понятии успех? У каждого своё больно? У каждого своё. У каждого своё. Да, да. И именно самое важное – вы должны начинать с себя. В первую очередь я тренирую сама себя, да, я свой тренер, такой наставник своего эмоционального интеллекта. Я отслеживаю эту эмоцию, как происходит. Я отслеживаю её, называю её. Назвать ситуацию – это уже решение, половина решения, да. Потом я смотрю в багаже знаний, что я с этим могу сделать, как она проявляется, да, либо остановить, либо как-то её прожить по-другому, либо использовать её творчески. Вот не шаблонно и творчески – это очень важный момент, потому что именно к таким людям и тянутся. Рамки, шаблоны – мы устали от них. Мы долго в них жили. И сейчас люди, наверное, предвосхищая ваш вопрос, почему так сейчас популярно это, да, потому что мы устали жить шаблонами, потому что мы посмотрели, а нам это не доставляет радости и удовольствия. Ради чего мы живём? Мы живём ради страданий? Вот спросите любого, выйдите сейчас на улицу, ты хочешь страдать? Нет. А что ты хочешь? Быть счастливой. А что в твоём понимании счастья? Много всего. Вот. И вот это «много всего» вы можете сесть и записать. Вот когда все говорят «много всего», а начинают писать, вот сейчас я вам предложу, напишите, пожалуйста, что вам не нравится и что вы не любите. Вы напишите, ну я не знаю, «Гоголя мёртвые души», в том числе и те, которые он сжёг, да, вы напишите кучу томов. Но когда я задам вопрос, а что вы реально, что вам нравится, что вы хотите, как вы думаете, быстро вы это напишите? Надо подумать, да. Да. Может быть, первые несколько пунктов и быстро. Вот это называется ум и разум, разумность, да. Ну, такая маленькая подсказка. Вот когда вы пишете, например, вот это мне не нравится, я это не хочу. Задайте сами себе вопрос, а что я взамен хочу? Станет легче. Правда? Вот это я… Это о том, что наш путь. Мы всегда едем из точки А в точку Б. Ну, мы всегда знаем, откуда мы хотим уйти. Ну, куда приехать? Как раньше в фильмах было. Шеф, поехали. А куда? Без разницы. Там служебный роман, да, езжайте. Ну, как бы в кино это, конечно, всё волшебно, они поцеловались, и всё, праздник наступил. Но мы же дальше будни-то никто не знаем. Как они умеют использовать эмоциональный, свой багаж знаний, это умение разговаривать, умение интонировать правильно. Да? Как мы вот говорили про детей только что вот… Что… Извините, когда ребёнка наказывают, и говорят, что ты невоспитанная девочка, поэтому мы тебя наказываем. воспитывали вы, а наказываете меня. Ну, так же не бывает. Ну, родители наказывают в основном своё неумение донести до ребёнка, наверное, что-то. Ну, возможно, да. Умение разговаривать – это же тоже важный момент. Умение доказывать свою точку зрения – это тоже важный момент. Кто добивается успеха? Люди, которые чётко знают, куда им ехать, они выбрали путь свой навигации, какие-то вехи, и которые могут это обосновать и доказать, не спорить, не навязывать. Хотя спор, в нашем понимании, спор – это какая-то вот агрессия, да, сталкивание. Но методов-то очень много спора. Это как в шахматах. Ход, второй ход, и это нормально. А у нас сразу спор или конфликт. Слово «конфликт», когда я вам говорю, какая у вас сразу эмоция возникает? Негативная. А теперь ещё один вопрос. Есть хорошие и плохие эмоции? Имейте в виду, какая возникает у меня при споре и конфликте? Ну, нет, просто вот вопрос такой. Для вас есть разница – хорошие и плохие эмоции? Ну, конечно, есть. А нужны только хорошие эмоции? Да, разные нужны. Жизнь разная, мы разные бываем, разные ситуации бывают. А зачем нам плохие эмоции? Чтобы острее чувствовать хорошие. Смотрите, вы очень аккуратно, вы очень здорово это делаете, да? Очень мягко обходите острые углы, да? Но при этом сразу в глазах вопрос, как у любого, например, человека – что ты от меня хочешь? Я чувствую себя немножко некомфортно, да, от таких вопросов. Что ты в результате, к чему ты меня подведёшь? А если мы ожидаем позитив, мы его получим. Поверишь – увидишь в чудо, да? Если мы ожидаем негатив, то мы его тоже получим. И самое важное, что вот отрицательные эмоции – это же люди сами придумали. Это эмоции, которые не нравятся окружающим, да? Злость, агрессия, зависть – это мы сами вот в кавычках их делаем негативными. Но если они не мешают никому, вы отследили у себя эту эмоцию, и вдруг – а для чего она у меня? Как мы сейчас вот обсуждали, что зависть – это классная эмоция. Есть такое понятие – белая зависть. Это классная эмоция. Вот тот колодец, откуда можно черпать то, что вы хотите, ваше желание. Представляете, как здорово? Если я позавидовала, значит, я… Значит, я хочу такое же. Да, да. Когда спрашивают, а чего вы хотите, попробуйте вот от этого. Ловите эту эмоцию. Это классная эмоция. Если произошла эмоция злости, да? Ну, только надо с ней проработать, получается. Конечно, конечно. Потренироваться. Почему тренер? Потренироваться. Мы все хотим иметь рельефное, стройное тело. Мы знаем, как это сделать, да? Можно взять книжку, упражнение. Можно видео уроки. Можно пойти в тренажерный зал. В тренажерный зал еще можно пойти с тренером и без тренера, да? Но идем ли мы туда? Кто-то идет, я до сих пор не дошла. Потому что чего-то вам не достает в плане… Модное слово мотивация, да? Мотивация, да, да, да. Ну, тогда я задаю пять вопросов. Пять раз себе задайте вопрос, зачем мне это нужно? И честно на них ответьте. Первый раз. Зачем вам надо в тренажерный зал? Здоровье укрепить. А зачем вам здоровье укрепить? Чтобы более качественная жизнь была. А зачем вам качественная жизнь? Чтобы долго жить. А зачем вам долго жить? Чтобы детей растить, смотреть, как они растут. Ну, вот смотрите, да, вот вы подошли… Это первое, что мне в голову приходит. Вот это называется честность и искренность. Когда мы начинаем вот так вот юлить, извините, это как перед доктором. Если вы все свои симптомы не расскажете, вам лечение не сделают, ну, правильно. Как иной раз пациент, у меня есть медицинское просто образование, я почему и люблю, как бы, докторские такие вот байки, да. Если вы полностью где-то скрыли описание своих симптомов, да, а потом обижаетесь, доктор не те таблетки назначил, у бабушек особенно, а Петровне вон вкусные витаминки дали, а мне не дали, да, как все. И поэтому и здесь также вы честно себе скажите, почему у меня эмоции, почему у меня появилась злость? Ну, чаще всего злость – это нарушение каких-то ваших идеалов и границ, да? Ну, это ж нормально. Почему, говорят, нельзя злиться на родителей? А куда мы денем эту эмоцию? Мы ее выкинем? Ну, не бывает такого. Ни один эпизод нельзя выкинуть из своей жизни, потому что причинно-следственные связи – они всю жизнь. Поэтому, ну, что мы можем сделать с этой злостью? Да, мы можем сказать, проговорить свои чувства. Кстати, вот у нас лежит книжечка Сати, когда он говорит «проговорите свои чувства». Ну, проговорите не «ты меня обидел» – ой, все. И сидим. Ну, и чем это закончится? Да ничем. Конструкции дальше разговора не получается, да? А мы что хотим? Мы хотим решить эту задачку. Кстати, в жизни нет проблем, есть задачи. Задачи, да. Да. Или приключения мне еще нравятся. Приключения. В жизни нет проблем, есть приключения. Да, да. Как мы назовем, да? От этого очень многое зависит. От этого очень многое зависит. То есть базовых эмоций всего ничего. А оттенков очень много. Вот мелких-мелких-мелких оттенков. И вот когда человеку задаешь вопрос, что ты сейчас чувствуешь? Ты мне скажи об этом. То же самое скажите своему оппоненту, с которым вы решаете какой-то конфликт. Конфликт – это классно. Мы все разные, у нас разные точки зрения. И мы можем ими поделиться и в творчестве родить что-то новое. Да? Но чаще всего мы в конфликт входим, чтобы доказать свою правоту. А вы хотите быть правой или счастливой? Даже книжка у нас такая есть. Конечно, конечно. Ты права или ты счастлива, что это такое? Да, да, да. И когда у нас вот пошла вот эта вот эмоциональный захват, это называется, мы ничего не слышим, мы просто доказываем свою правоту. Нам фиолетово. А всегда ли мы правы? Для другого человека совершенно нет. Научиться слушать, сначала научиться слушать себя, тренировать себя. Если я захотела пить, да, у меня пересохло во рту, потому что, ну, всегда интервью – это волнительно, да. Я беру стакан и пью. У меня тоже. Да. Если начинается, например, ну, произошел конфликт, например, в семье бытовой, да, и вы понимаете, что накал страстей, что можно сделать? Давай попьем чай. Да? Стоп-техника. Мы немножко эмоцию, опс, за вожжи. Наши же эмоции – это необъезженные лошади. Метафор много, как мы это называем. Мы подтянули вожжи, сказали… И потом уже эмоции, вот, когда захлёстывает нас, мы перестаём видеть реальные факты. Пока вы завариваете чай, у вас есть время. Как раньше была методика – досчитать до десяти. Помните, да, такое вот? Если вы чувствуете, что… Всё. Досчитай до десяти. Правильно подыши. Да? Дыхание. Почему, когда человек плачет, рыдает, ему дают стакан воды? Почему? Чтобы отвлечь, наверное. Правильно, на тело. Он начинает думать, как глотать, да, по-другому дышать. И уже начинается такое вот угасание. Мы немножко так, как бы, водой заливаем это всё. Вот этот вот костёр, который разгорелся. А чаще всего, как бывает, если мы пытаемся доказать что-то, вот, что мы правы, вот, с пеной у рта, да, мы начинаем маслом заливать огонь. Что, любимая наша? Тут есть. Русская забава. Народная русская забава. Маслом залить огонь. И потом посмотреть. И мы знаем результат. А вдруг наша русская ось? Нет, не получается. Не получается. Поэтому книги вот по умению вести разговор, вести конфликты, да, по умению себя услышать и понять, да, снять этот магнит с нашего компаса, загрузить новые карты. Это очень здорово, что сейчас есть много такой литературы. Да, кстати, вот о книгах. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в студии сегодня Татьяна Дорогина, тренер эмоционального интеллекта. Мы не зря пригласили Татьяну. Уже многие, ну, последние годы у нас наблюдается такая тенденция на спрос, на книги по психологии, саморазвитию, самоопределению, мотивации и так далее. Вот эти вот книжные полки у нас самые подвижные, ежедневные, можно сказать, ежечасно читатели приходят, постоянно перебирают, выбирают, сдают прочитанные, берут новые, обмениваются каким-то мнением. То есть вот очень большой спрос, на самом деле, на такую литературу. И вас, Татьяна, как психолог, вы уже как профессионал своего дела, я уже с вами немного об этом поговорила тоже, вы уже и сказали в том числе, почему есть такая тенденция вот на такое самоулучшение, скажем, на самоопределение. Вот такой у меня вопрос. Давайте начнем с главного, с ключевого. Вот что такое эмоциональный интеллект? Именно вот как вы его скажете? Я понимаю. Вот как я и говорила уже, что мы привыкли все термин IQ, да? Это фактически возможность чего-то запомнить, много знаний иметь. И всегда я задаю вопрос. Вот у человека может иметь очень огромный багаж знаний, участвовать во всех интеллектуальных играх, отвечать на все вопросы. А всегда ли он счастливый? Мы не можем работать над тем, на что мы не обращаем внимания. И важно эмоциональный интеллект отследить, что нам мешает, что нам помогает. И как с этим управляться, инструментарий, да? Вот о чем я и... Мы вот до интервью начали разговор, да, такой закулисный, да? Что сейчас весна, дети заканчивают школу, начинается паника ОГЭГ, да? Как же человек сдаст экзамены? Но чаще всего экзамен — это показатель чего? IQ, да? И один из терминов, что IQ — это как вот жёсткий диск, у него есть какие-то границы. Больше, чем человек может, у кого-то там он гуманитарий, да? Кто-то вот к точным наукам. Но не надо вот расширять, что человек и ребёнок должен знать всё. Ну не бывает такого. Почему сейчас я даже слышу, ну и смотрю в новостях, что даже уже с самых начальных классов хотят сделать профильные классы, отслеживать у детей. Идея хорошая. Как реализовано будет? Ну, очень часто люди под эгидой даже для себя хорошего, вроде как и начинают, да, о чём мы говорили, например, о тренировках. Я хочу тренироваться, мы позанимались, через 2-3 тренировки у нас все мышцы болят. Да нафиг мне это надо, да? И уже и все свои цели вы забыли, чего вы там хотели, да? А если реально вы понимаете, что вам это удовольствие, есть какой-то творческий процесс, да? Эмоции, радости, удовольствия, удивления, они такие стимулирующие, да? Я почувствовала радость. Здорово. Вот этим хочу позаниматься. Но чтобы узнать, какую эмоцию ту или иную мы ловим, надо этим попробовать позаниматься. Сейчас возможности порисовать, пожалуйста, повышевать, пожалуйста, повязать, пожалуйста. Для женщины, кстати, творчество, да, и рукоделие – это самый большой, наверное, самый большой ящик с инструментами, ну так, образно, который нам помогает наполняться энергией, женской энергией. Не зря раньше женщины всегда рукодельничали. Но они не только рукодельничали, но еще творчество вносили. То есть руки заняты, рот свободен. Что мы? Конечно. А вокал тоже очень важен. Это диафрагма, это дыхание, это, ну, очень много вещей. Это эмоциональный окрас. Я вот сейчас как раз вас слушаю. И многие астрологи, опять-таки модная тема, еще и астрология, делают какие-то там разборы, нумерологические или нет, на солнцезажигающие действия каждому человеку. Не знаете такое? Вот когда они расписывают, ну, например, конкретно для меня, я там обратилась к астрологу, предположим, сказала дату своего рождения, время, место, и она мне выписала там список, предположим, из 10 пунктов. Что мне нужно делать, чем заниматься, чтобы повышать свою энергию, энергетику. И очень многим девочкам, кстати, советуют именно рукоделие, какие-то творческие занятия. Вот, видимо, это все в одно. Да, это все в одно. Когда меня иной раз спрашивают, а как ты относишься там к тому или иному направлению, иной раз начинают мне говорят, сначала мода была на гороскопы, да? Ну, сейчас она немножко стихла, но все. А знаете, почему я так себя веду? Потому что там я вот такой по знаку зодиака, поэтому либо это. Я говорю, вот смотрите, в любом знаке зодиака мы выбираем то, что нам нравится, а то, что нам не нравится, нет, это не про нас немножко. Опять же, выбор очень удобно. Конечно. То же самое, когда вы идете к астрологу, да, к нумерологу, к астрологу. И я всегда говорю, я за. Надо от чего-то оттолкнуться, найти точку опоры. Да? А потом от вас зависит, что вы с этим будете делать. Вот вы сходили, да, вам порекомендовали. Что из этого вы начали практиковать? Тренировать. Давайте, давайте это, мы перейдем, что я тренер, да. Что вы начали тренировать? Это было давно, я уже не помню. А вы знаете, очень часто так и бывает. То есть дань моды, это, наверное, классно. А вот все-таки выбрать для себя самую правильную практику, и не так, что я недельку позанималась, не чувствую результатов, наверное, это фигня. Москва не сразу строилась, и мышцы сразу не накачаешь, да, и петь сразу не научишься. И в поход, когда ты пойдешь, я просто вспоминаю первый раз, когда я пошла в поход в Горн-Алтай, первый день у меня был самый тяжелый. У меня все эмоции были, все негативные. И первое, конечно, я шла и ругала себя. Это уже не эмоция, это уже проявление, что зачем я пошла? Зачем они меня позвали? И вообще, чую я такая размазня, я устаю. А мы выбрали сразу, чтобы хардкор был, чтобы сразу... Конечно, весь маршрут в Горн-Алтай. Он все время шел в Горку. Это рюкзак. Это такое ощущение, что легкие свернулись, развернулись. И первая мысль уйти. У нас же всегда первая мысль. Трудно. Давайте развернемся, уйдем. Чем классно в походе? Обратной дороги нет. Ты уже выбрала из того, что в пути ищи подручные материалы, подручные какие-то инструменты, как сделать именно этот момент счастливее и радостнее. Как на это среагировать? Ну, самое классное. Вечером, когда все устали. И вот это вот... Женщины только поймут, когда снимают каблуки. Какой это кайф, когда весь день ходить. То же самое и в походе, когда ты шел, мышцы напряжены. Все это... Вечером костер. Замечательное общение. Песни под гитару. Конечно. Запах. Вот, кстати, воздух Горного Алтая, наверное, ни с чем не сравнить. На втором месте это, конечно, у меня Таганай. Ну, потом... Еще у меня мечта, конечно, Байкал, но на Байкале не была. Ну, мечтать же не вредно, мечты сбываются. Поедем вместе. Да. Это вот... Почему я сильно захотела на Алтай. Анхеле де Куатье почитала. И прямо... Ой, на Алтай. Байкал, да? Байкал. Правильно. И все. И у меня загорелось вот это вот ощущение, да, появилось. Удивление. Интерес. Плечи расправились. Все. Значит, мое. Да? И самое важное нам понять, что, а не как. А мы всегда зацикливаемся. Чего мы будем мечтать, если нет никаких возможностей? Опять поверь, да, сверши чудо. Опять к тому же мы возвращаемся. Определитесь, что вы хотите. И вот этот магнит, который уже ваш, не тот, который вам приложили к вашему компасу, а здесь вы магнит создали. И этот магнит, как вот реально чудо-чудное, диво-дивное, а ничего такого нет. Это физика. Вы в мир пустили радиоволну. Вы проговорили это, да? Подумали, написали, проговорили. Я хочу на Байкал. Да. И начинается притягиваться. Время пошло. Да, да. Но для этого не надо сидеть. Я так, как есть поговорить, я опять хочу в Париж. Вы что, там уже были? Нет. Я уже хотел. Да, помимо этого, вот именно сделать себя магнитом, это важный момент. А то мы кинули и ждем от других кто-то что-то сделать. Нет. К вам пошла информация. И мудрость, да, эмоциональный интеллект, эту информацию правильно понять, переработать. Как бы информация-то все время у нас идет. И поток идет. Вот давайте я вам такую задачку задам. Ее часто задают. От фокуса внимания зависит, что мы получаем от жизни. Да? Фокус внимания. Вот буквально 10 секунд, я досчитаю до 10, запомните вокруг себя, ну, яркие предметы все красного цвета. Тут одни книги. Без проблем. Запомните, вот книги все красного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закрывайте глаза. А теперь, пожалуйста, перечислите мне все предметы, которые были вокруг вас синего цвета. Ну, я точно знаю, что они есть, тут синие книжечки, потому что я в этом отделе работаю. Я не есть на многих полках. Теперь понимаете фокус внимания. Вот так вот прям сразу не скажу. Вокруг нас очень много информации, очень много интересной информации, но мы же сфокусировались на трудностях, проблемах каких-то там. Вот это любимое слово «бесит». Было такое, очень модное все там «ты меня бесишь». Меня, я тоже заразилась. Это же заразное. Эмоциями, кстати, можно заразить и заразиться. Причем негативными гораздо быстрее заряжаются, мне кажется. Ясно, ясно. Почему я вот вам рассказывала, что рассмешить и развеселить человека гораздо сложнее, чем заставить его плакать или проявить негатив и агрессию. Вот проявить юмор к жизни и юмор в жизни. Это очень важный момент. Научиться даже в мелочах найти, над чем можно улыбнуться. Даже над собой посмеяться. Если вы научитесь смеяться над собой, вам все равно, что там окружающие посмеются, скажут или проявят себя. Потому что ты как… Я в свое время сына учила, когда вот начались в школе, там, эй, ты дурак, обзывки и все. Я говорю, совершенно с вами согласен. Я учту ваше мнение. Это его мнение. А мы же начинаем… Ты дурак, сам дурак, да? И начинается вот это вот продолжение. Сам дурак и… А можно же по-другому с юмором, да? Или что ты ко мне пристаешь? Ты что, влюбился в меня, что ли? Все. Начинается обратный отчет, да? Это очень важно. Но это все равно надо каждому ребенку индивидуально подходить. Потому что один так сможет сказать, другой не сможет сказать. Конечно, конечно. Но чтобы он смог сказать, он это должен просто оттренировать перед зеркалом. У него должен быть какой-то списочек, да? Как я могу сказать? Оказывается, почему я так не говорю? Блин, так интересно, да? Как я сегодня вот… Я очень люблю собирать такие вот веселые фразы. Если лопнуло терпение, возьмите и надуйте новое. Опять же, показать все в ваших руках. И почему вот это здорово, что люди идут и берут книги, и их используют, потому что все в наших руках. Мы идем на пути к улучшению себя и жизни вокруг нас. Конечно. Знаете, чем хорошо, что вот в мое время с книгами было напряг, да? Когда друг другу передавали. Сейчас мы люди крайностей. Мы либо у нас ничего нет, либо у нас есть все. Но когда есть все… Пресыщение. Пал такое, не то что пресыщение, нет ценности информации, и мы не умеем выбрать зерна из плевел. То есть мы начинаем хватать, хватать. Когда у меня спрашивают, а что бы ты мне посоветовала, а что бы ты мне посоветовала? Знаете, есть режиссер, который говорил, что начните смотреть фильм. Если первые 15 минут вас не увлекли, не смотрите его пока. Может быть, вы дорастете до него, да? Но не тратьте свое время, чтобы потом все посмотреть, психануть и сказать, нафига я потратил столько. Потратьте его на что-то другое. Почитайте книгу. Тоже я и рекомендую с книгами. Да, давайте сразу я вам задам вопрос. Что вы посоветуете почитать? Такой неожиданный вопрос в библиотеке. Прямо не знаю. Да, мы любим удивлять. Вот если есть психология, также предлагайте брать книги, пролистывать нам до 15-17 страниц или нет? Или есть фундаментальные? Как-то вот вы пришли к нам тоже с книгой. Это вот ваш ответ на мой вопрос. Да, ответ на вопрос. Всегда есть ответ. Курс математики. Фактически начальный, да? Что прочитай вопрос. Внимательный вопрос. Прочитай вопрос. В вопросе уже четко есть. Задай себе вопрос. Почему я так себя чувствую? Проясни с человеком вопрос. Что он имел в виду? Может он совершенно не хотел вам ничего плохого сказать, а вы уже там додумали чего-то там, да? Из своего багажа какого-то опыта. Так вот, возвращаясь к книгам, я специально, да, зайдя перед тем, как ставили камеры, аппаратуру, спросила, да, полочки с книжками. И мне понравилось. Вот я взяла книги, которые, например, название меня захватили, да? Или что-то это. Фактически все книги и те я читала, да? Не потому что я полиглот. Ну, чтобы о чем-то говорить, надо в этом разбираться. И нельзя одну только точку зрения смотреть, да? Потому что вот кто ввел это понятие, да, Колдман, эмоциональный интеллект, с ним уже сейчас сколько спорят, что нельзя, неэтично, вот, узкий профиль. Ну, очень много это. Так же, как в свое время Фрейда ругали-ругали, и сейчас вроде как все неправильно, но отталкивается точка опоры, опять же, Фрейд. Да? То же самое я всегда рекомендую. Не начинайте заниматься. Эта книжка не подошла, вторая не подошла, третья не подошла. Взяли книжку. Вот она захватила, вы прямо почувствовали эмоционально. Мне нравится. Мне не претят вот эти упражнения. Мне нравится, как они доступны. Потом начинайте это использовать. Это знаете, как правило 4П? Я же люблю правила. Это вот стул, должно быть 4 ножки, опора, чтобы, ну, опора у нас была. Первое П. Получить информацию. Почитать, посмотреть, послушать, да? Второе П. Это понять. Ну, вообще, о чем там говорится, да? Третье П. Применить. Нет? Принять. Принять. Понятие принять не всегда одно и то же. Заметьте, да? Я тебя понимаю, но я не всегда принимаю твое мнение. Да? Принять на веру. Доверие. До веры. Вот. А вот четвертое. Применить. Если мы не будем применять, да, мы поверили, все, мы взяли эту книжку и положили. Почему у меня спрашивают там, ты не всегда рекомендуешь книжки? Я говорю, всегда по своему усмотрению, попробуйте сами, вы же уже взрослые люди. Я посоветовала просто хорошей девочке, знакомой книжку. Она даже ее выписала. Через некоторое время приходит и начинает говорить, и я понимаю, что книгу она вообще не читала. Я говорю, слушай, а ты же купила вроде книгу. И она, да. Я говорю, и где она? Она, ну, она на полке, там была на тумбочке около кровати. Ну, то есть, как иной раз студенты, нерадивые студенты, халява, приди, под подушку положили книжку, и вдруг появилось, нет, не бывает, только через тренировки. парочку таких книг есть. Только через тренировки. Они всегда рядом ждут, когда я их открою. Да, да. И самое, что интересно, они дождутся. Если они у вас появились в жизни, как у Чехова, если появилось ружье, оно когда-нибудь выстрелит. Да. Просто, вот, чувство вины тоже не очень хорошее чувство. Винить себя тоже не надо. Если вы сейчас это не читаете, значит, это пока вам не доставляет удовольствия и нет в этом необходимости. Значит, где-то вы не доросли. А потом вдруг появляется, вот же, вот же, зачем она лежала. И вот, вот это важный момент, что не надо тоже себя винить. А мы же начинаем, а я сказала не так, а я смотрелась не так, а что, мы зависим же от одобрения других людей. А надо начинать зависеть от одобрения, прежде всего, самого себя. Вот в феврале мы запустили с подругами тестовый марафон, я молодец. Само себя хвалишь. Каждый день не менее пяти пунктов. Утром или вечером. А вот без разницы. Вот надо просто договориться, да, о чем мы говорим, что, да. У нас произошел сейчас конфликт мнений. Я говорю, надо, вы говорите, утром или вечером. Я говорю, мне фиолетово. Ваши предложения какие, да. Вот у нас начался, вот, вроде как конфликт, но это не конфликт. У нас разные мнения. Вы говорите, мне удобнее, когда? Мне удобнее, никогда. Вот. Вот. И это тоже нормальный ответ. Это тоже нормальный ответ, потому что себя похвалить, это очень сложно. Это реально очень-очень сложно. Ну, это такая же работа над собой, То есть, самоанализ. Да. Найти позитив, найти плюсы. И так же, как прочувствование своих эмоций. Вот это, это важный момент. Да. Татьяна, давайте поговорим о красоте. В одной своей публикации вы процитировали Фаину Раневскую. Даже страдать лучше в красивой обстановке. Красота, конечно, созидательна, привлекательна. Можно еще классика нашего любимого русской литературы процитировать Федора Михайловича Достоевского «Красота спасет мир» или «Мир спасет красота». Дословно, я уж не помню. Какая вот красота внешняя или внутренняя, как может помочь или спасти отдельно взятого человека? И как это связано с эмоциональным интеллектом? То есть, что вы вложили вот в эту фразу, которую процитировали у себя? Ну, скажите, пожалуйста, есть ли жизнь без страданий? Есть ли жизнь без печали? Ну, нет. Без каких-то, ну, вот таких эмоций, без грусти? Нет. Да? Эти эмоции у нас всегда есть. И есть такая, одна из методик, сделайте банку желаний. Банка желаний, что вот, чем она вас спасет? В этой банке написано все, что вы желаете, ну, вот какие-то вот интересные, даже вот, исходя из, принять ванну с пенкой. Ну, вот такие. Бытовые даже. Да. То есть, от масштабных, до самых таких незначительных. Да. И это очень важный момент. От атмосферы, все, что вокруг вас, настроение, как Гришковец говорил, и настроение улучшается. Да. Почему? Потому что мы сами делаем обстановку. Очень важная фраза, спорная, кто-то спорит с ней, там, ну, кто как может понимать. Не надо себя искать, надо себя создавать. Очень интересная фраза. А чтобы себя создать, надо понять, что вам хорошо, что вам плохо, да, вот для чего эмоциональный интеллект. Почувствовать, это, транслировать, обязательно на бумагу нейроны, сейчас модно тоже это, что чем чаще мы записываем рукой, тем больше нейронов у нас начинает работать, да, больше нейронных связей, больше дорог нейронных, да, добрых дорог, мы для себя открываем. Мы же сами шлагбаумы-то ставим. Мы поставили их, мы можем их и убрать, да, и красота, помните, как в песне, я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Была такая старая песня, да, что такое понятное, ничего в ней нет. Если у человека какой-то есть образ, который красота, есть такая фраза, красота, доведенная до абсурда уродства. Красота, да, обратная, посмотрите, в разные времена, что было красотой. И поэтому вот это вот, когда рвутся, ай, вот масс-медиа показывает, вот это красиво. Кто сказал? Ну да, гляньте по картинке, они влияют. А кто сказал? Влияют? Массы. Да, влияют на тех, кто не может себя слышать и слушать. Кто поддается влиянию, кто не знает, действительно сам. Да, да. Да, Извините, что на многих изнах все это влияет все равно. Влияет, но на то вам эмоциональный интеллект в руки, да, если вы чувствуете, что вам неудобно в этой обуви, да, вам неудобно, например, в этом платье, или вам не нравятся там эти шапки, которые, ну, все что угодно там. Я пока вот, а внешне, да, мы же девочки. Вы будете это носить? Если красиво буду. А красиво для кого? Да, хоть для себя. Бывает такое, мы же девочки. А как вы поймете, что вам красиво? Нравлю себя. Ну, то есть появилась эмоция какая-то, да? Я подошла к зеркалу, да? Или я подошла к зеркалу, да, все красиво, можно навешать там всего-то, да, отвращение появилось. Знаете, зачем нам эмоция отвращения? Она же самая начальная была, чтобы как у не ели. Ну, вот это. А мы же сейчас всеядные. Мы едим фразы, едим, ну, все в себя впихиваем, да, и внутри себя засоряем. А внутренней тоже красоте, да? Мы сами в себя собираем мусор, а потом так, что-то как-то, как урно выглядим. И вот это вот отвращение, эмоция, да, она нам помогает. Если вы чувствуете, что вам это не нравится, даже в еде, когда маленького ребенка заставляют есть, да, вот такие родители очень интересные, он ничего не хочет. А что он хочет? Он хочет чипсы и газировку. Встречный вопрос. Откуда он узнал вкус чипсов и газировки? Ну, не факт, что от родителей может еще кто-нибудь угостить. Конечно, подбросили. Конечно, подбросили. Но вопрос в том, что это же не такое, что без чипсов и газировки мы можем. Ну, конечно, мы можем перевести вот это, но мы же можем поговорить со своим ребенком и найти все-таки точки соприкосновения, что ему нравится. А что ему нравится? значит учитывать и слышать, и слушать. А мы себя-то не можем услышать, мы постоянно нервные. А здесь еще он может прийти, еще добавить эмоцию, да, негативную. Вот. Поэтому то есть красота, она должна быть повсюду, и внешне, и внутренне. То есть мы то, что мы едим и видим. Наша кожа, цвет кожи, качество кожи, от чего зависит? От того, что мы едим, от того, где мы бываем, на солнце, или все время. Наследственность еще. Наследственность, это вообще отдельная песня. Когда мне спрашивают, за что я должен быть благодарен родителям, я говорю, найдите плюсы. Наш организм, это наш автомобиль. Мы едем все по вселенной, да? Ну, у нас возможность передвигаться только, если вы начинаете ругаться на свое тело. Сходите, пожалуйста, грубый пример, сходите туда волонтером, когда люди чего-то не имеют. Руки, ноги, зрение. Побудьте с ними. И тогда вы, может быть, будете больше ценить то, что у вас есть. А как это выглядит, это уже от вас зависит. Как у Шанель говорила, девушка привлекательна, да? Это сначала природа, а потом это ее труды. Как мы подрудимся, что мы в себя впускаем, что мы слушаем, что мы смотрим, что мы читаем. Это наш выбор. Когда меня прямо тревожат новости, не слушайте их. Ну, это же ваш выбор. Ну, полностью нельзя, я считаю, отказываться от этого. Сократить, вот, по максимуму. Все равно мы же в социуме живем. Какие-то, ну, нужно знать глобальные все равно новости. Да, да, ну, вам передадут, не переживайте. Найдутся доброжелатели, которые обязательно вам все передадут. Что ж вы переживаете, да? Ну, конечно, крайности. У меня есть знакомые, которые вот живут за городом, свои дома, да, которые полностью убрали телевидение. А интернет? У меня тоже телевидения особо нет. Ну, про интернет они ничего не говорили, мы говорили за телевидение, да, интернет, он же тоже такой, палка о двух концах. Когда я иной раз читаю статьи, а там ошибок куча, да, а там вроде о книге говорится, да, и цитируется книга, а там просто, ну, человеческий фактор. Даже в Википедии есть свои ошибки. Ну, да, конечно. Да, поэтому наш эмоциональный интеллект уметь фильтровать. Фильтровать информацию, исходя от вашего фокуса внимания, да, я хочу видеть красные книги, и вы всегда найдете подтверждение, что вокруг, я ожидаю, что вокруг все люди злые, агрессивные, пытающиеся меня обидеть. Вселенная вам всегда даст для этого повод, если вы это ожидаете. И вы будете видеть только этих людей, хотя вокруг будет очень много других людей. Да, вот это вот очень важный момент. И вопрос, ответ, почему я принесла, если хотите что-то начать. Здесь именно есть специальные разделы, да, моя закладочка любимая, сделаны вот такие вот. Писать. Сейчас многие книги делаются так, что, ребят, не смотрите, и я всегда, не верьте мне на слово, а вдруг я ошибаюсь. Пробуйте, пробуйте, но не ждите вот сиюминутной, не бывает таблетки радости, ваш автомат счастья, ну, не всегда. Должно быть правило постепенности. мы должны все это постепенно делать. А мы всегда стараемся, стараемся, я говорю, хотите накачать пресс? Да. Вы можете его накачать за два дня? Нет. Потому что природу ее не обманешь. Или мы посадили семечко в землю, да, и мы требуем цвети, цвети, через два дня, что ты не цветешь? Но оно не расцветет. А плод где? А чаще всего мы так и делаем. У нас есть цели, мы скорее, 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 куда мы спешим. Татьяна, с вашего позволения, я хочу зачитать семь формул счастливого человека, тоже я увидела вас в публикации, так называемом закулисье мы с вами уже обсудили, что это неизвестно, кто автор, да? Ну, как в песнях русской народной. кто-то из вас знает? Чаще всего на это ссылается, что из интернета, из пространства интернета. Я хочу, чтобы наши зрители, читатели тоже услышали эти семь формул, может быть, кому-то они откликнутся, еще одно модное слово в современности. Первое. Не беспокоиться о том, что думает о тебе окружающий. Это формула свободы. Второе. Любая наша мысль обязательно материализуется. Это формула реальности. Третье. Полюбите и примите свое тело. Формула красоты. Четвертое. Не осуждайте и не критикуйте себя и других. Формула дружбы. Пятое. Дарите любовь и не переделывайте любимых. Формула любви. Шестое. Научитесь сначала давать, а потом получать. Формула богатства. И седьмое. Меньше думайте, больше любите и радуйтесь. Формула счастья. И у вас есть еще свои дополнения к этой формуле. Скажете сами? Ну, я просто скажу о фокусе внимания. Если в интернет пойдете, кто-то называет это формулами, кто-то это называет рецептами, кто-то это называет секретами. Но так как я люблю формулы, вы заметили из моей публикации в ВК, что я люблю формулы, я люблю математику, я люблю структуру, это наглядно, это здорово, это мой путь. Я же не говорю, что это не нравится, не читайте, нравится, читайте. Поэтому я это назвала именно формулами, потому что это реально формулы. Если у кого-то возникло «Да нет, не так, все неправильно», давайте подискутируем, давайте обсудим и найдем зерно истины. А то, что я к этому добавила, и весной это тоже актуально, это нам не хватает витамина С. Это медицинское прошлое опять навеяло. Откуда же его брать? Витамин С, в первую очередь сразу все говорят, в аптеке купим витаминку, лимончики, киви. Оказывается, я для себя открыла, что в крыжовнике гораздо больше витамина С. И в болгарском перце я тоже для себя открыла. Представляете, то есть в мире еще столько нехоженых дорог, столько интересного для нас, да, а мы сидим и ждем. Чего-то счастья нет, этот ждун-то, который с лапоньками сидит. Лишний вес приходит, а счастья нет. Ну вот, мы будем так долго ждать. И поэтому мы придумали такую формулу, я предложила, мы ее дальше развили с моими друзьями, это витамин С откуда брать? И что там у меня? Смех, спорт и секс. Да, мы все люди взрослые, чего получают взрослые люди удовольствие? Мы начали, ну, почему так ограничено-то? Что у нас есть еще на С? Я начала добавлять, у меня есть сад. Витамин С прекрасно. там можем получить витамин С? Да, угодно, когда это все растет, ну, естественно. Но весной, вот, когда только пробивается первый... Конец весны и начало осени еще захватывается. А даже нет, мы с фирволя можем начать ароссадом. я не сажаю. Я еще не доросла. А я развлекаюсь. Я не переросла, но развлекаюсь, мне уже нравится. Да, сад, собаки, да, что мы можем сказать? Самореализация, вот сейчас уже на ходу добавила. Смех. Смех, ну, смех, он сразу был. смех сразу был. Что там еще у нас? Какие эти? Я не все помню, что мы, потому что это было... Сладости, спорт, солнце, солнце, в первую очередь, да, сон, очень важно сон. Для девочек важно высыпаться. Если вы не выспались, что я говорит, соль вам, как мокрая соль, я не высыпаюсь. Вот. Если вы не выспались, у вас нет энергии. А без энергии все, что вы делаете, без творческой какой-то вот составляющей, результат будет нулевый. Как у меня подруга говорит, ты даже гладишь и постоянно что-то делаешь. Я пытаюсь приседать, там, напевать, смотреть телевизор, все, что угодно, параллельно, чтобы вот этот вот эффект глажки, но не все любят гладить. Да, я говорю, добавьте изюминку творческую и жить станет легче. Да, вот это очень важный момент. А сладости, да, только в меру, как мы там писали. все хорошо в меру. Откуда можно брать позитивные эмоции? И что он написал в этот день? Татьяна, схватки. Я повез жену рожать четвертого ребенка. То есть, вот все, что угодно я могла представить на букву С, да, то есть, там я добавила сено, потому что поездила на лошадях и этот запах сена, почему нет, да, но моя такая бурная фантазия. Это было круто. Да, это было круто. И вот аж замурашило, да, почему мы говорим вот, а, замурашило, да, вот до мурашек. Это же тоже проявление эмоции. Значит, нам классно, да. Обратите внимание, чего у вас мурашит. Записывайте. Записывайте, друзья. Спасибо, Татьяна. Тема эмоционального интеллекта очень обширная, увлекательная. Хочется узнать больше, говорить о ней больше, применять на практике, собственно, самое главное. Наш открытый разговор не бесконечный. Все интересующие вопросы вы можете всегда задать Татьяне Дорогиной. Вы есть в соцсетях, Вконтакте, можно вас найти. Мы прикрепим ссылочку к нашему интервью. И давайте немножечко такой блиц-опрос, буквально на 5 минут. Вы певица. Что вы поете? Нравится ли вам на сцене? Ну, такое... Я понимаю, что об этом можно долго говорить, но давайте... Певица такое большое, обширное слово. Я человек, который любит петь и просто поет. Девушка, которая поет. Да, девушка с гитарой. Раньше я была с гитарой, это был клуб авторской песни, все. А потом это вылилось в то, что я делала подарок маме, я спела ее любимую песню, и вот отсюда пошло-поехало, мы записали, и вдруг люди сказали, что Тань, а нам нравится. Одна девушка говорит, что у нее это арт-терапия. Когда говорит, мне плохо, я твои песни прям включаю и подпеваю. Они, кстати, тоже у вас есть в группе, их можно послушать. Ну, не все, но что-то есть, да. Под своими постами. Я раньше тоже, а зачем? А как? А вдруг меня осудят? Вот этот внутренний страх. У нас же все время сидит какая-нибудь это сомнение. А потом у Тани Мужицкая прочитала, что как бы вот это вот, что вы умеете делать, но не делитесь, хотя бы одному или двум людям понравилось, это уже здорово. Это все от гордыни. Умеете делиться? Делитесь этим. Вот правило богатства, да? Научитесь делиться. Если я что-то, кому-то не нравится, кому-то нравится, это же их вопрос, да? Я просто проявляюсь. Вот поэтому как бы я люблю сцену. Если приглашают, я с удовольствием как бы... Да, мы как раз приглашаем. Татьяна будет выступать у нас в публичной библиотеке, по-моему, уже как-то выступала. Да, на 22 февраля, да. Следите за афишей. Замечательно. И давайте финальный вопрос. Вы сказали про карты, и несколько раз сегодня в интервью тоже упоминали. Тогда на вашей карте какое место силы для вас? Есть такое или нет? Место силы там, где мне хорошо. Я ожидала такого ответа. В любом... Вот Паула Куэлью чем прославился? Алхимиком, да? Ходил он, ходил по свету, ходил, ходил, а все было рядом. Все было в человеке. Вот я сказала раз-разу так. Мне хорошо, мне здесь комфортно. Я, когда шла на интервью, думаю, ну в какой локации, модное слово локация, а где это будет, а как я себя буду чувствовать. Я зашла, и вот это вот... Помните, во всех домах, ну таких вот книгах, если мы старинных, обязательно должна была быть библиотека, комната, где курили сигары, где пили ликеры, чашечка кофе, вот этот антураж. И были светские беседы. Да, запах книг. И вот это вот важно. Мне здесь сейчас хорошо. Вот это мое место силы. Место силы запах книг и старых, и новых, да, красивые полки, высокий потолок, интересные люстры. Это тоже мы отовсюду можем... Это же красиво. Из чего мы можем брать? Из красоты. Это все вот там, где нам хорошо, там, где мы есть. Дорогие друзья, пусть вам будет хорошо там, где вы есть. Пусть вокруг вас будет все красиво. И у вас будет самый головокружительный роман с самим собой. С нами была сегодня Татьяна Дорогина. Спасибо, Татьяна. И Лолита Ишимова, сотрудник отдела абонемен. До новых встреч. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова